Добрый день! Вчера, 2 июня 2014 года, был пройден Рубикон для многих. Об этом мы сейчас поговорим. Красное ТВ молчало, когда сжигали людей в Одессе и в Мариуполе. Красное ТВ не старалось добавить огня или разжечь события, потому что несло ответственность за происходящее, как один из инициаторов антифашистского штаба. Мы анализировали и мы помогали. Мы отправляли деньги в Одессу, мы отправляли наших людей в Харьков, в Донецк. Мы работали, мы эвакуировали и оказывали материальную помощь беженцам. Зачастую мы были единственные, кто это делал, кроме инициативных групп на юге России и на севере России. Параллельно происходили процессы, о которых я сейчас схожу, но это потом. А сейчас надо сконцентрироваться на главном. Официальные власти Украины нанесли бомбовый и ракетный удар по ряду городов Юго-Востока. Когда сражаются отдельные ополченцы, национальная гвардия и ополченцы Юго-Востока, это еще можно списать на противостояние гражданское, находящееся в стадии тления. Но когда наносятся удары по городам, по центрам городов, это война. Вот теперь война. Должен сказать, что относиться к этому более как к событиям, происходящим где-то, далеко от Москвы, Новосибирска, Владивостока, ни один приличный и порядочный человек бывшего Советского Союза не может, потому что война уже у нас дома. Мы должны сказать следующее. Идет уже геноцид своего собственного народа на территории братской советской когда-то республики. И более воспринимать это как внутренние дела Украины, ни один здравомыслящий патриот, коммунист, левый или даже серьезный настоящий либерал больше не может. Рубикон пройден не только для властей Украины, но и для властей режима Путина. Почему? Потому что вся политика по аннексии Крыма преследовала во многом не столько патриотические, кому бы то ни было казалось, тому же Проханову, сколько экономические интересы. Когда же продолжал убиваться, продолжалось избиение и убийство собственного народа на Юго-Востоке, ничего кроме дипломатических заявлений мы не слышим. Более того, мы слышим, как режим Путина говорит о том, что пусть они сначала отдадут долги, а потом мы с избранным президентом в кавычках Порошенко, в кавычках это наша ремарка, будем вести переговоры и сотрудничать, о чем говорит Лавров. На этом рассмотрение собственного правительства, а именно режима Путина, как не соучастника в этих событиях, так же как правительство Чемберлена, не участника в мюнхенском сговоре, мы не можем. Красные должны четко и ясно понять, что у нас был союзник в виде режима Путина на какой-то период, пока шла борьба с фашизмом на Украине. Известный изборский клуб, клуб Кругиняна, левые патриоты, оправдывая режим Путина, играли в эту игру. Говорили о том, что мы еще слабы, что мы еще можем, мы еще должны создать какие-то центры сбора помощи, но все эти центры зачастую тратили деньги на всевозможные семинары, на всевозможную просветительскую деятельность на территории России, причем куда как больше, чем все, что истратил Красное ТВ, и в частности, и в общем антифашистский штаб. Мы направляли и средства, и людей, и материальную помощь непосредственным людям, находящимся на передовой. Сейчас все закончилось. Мы четко видим, как представители изборского клуба в лице Бородая, представители и авторы газеты «Завтра» нам говорят, что мы должны договариваться с убийцами. Мы должны договариваться, так как капитал Ахметова мы не собираемся национализировать. Всевозможные русские православные армии, восточные батальоны, героически сражающиеся на территории Юго-Востока, на сегодняшний день продемонстрировали то, что называется в истории Украины «атаманщиной». Мозговой, Стрелков, Губарев, сколько фамилий мы слышим. И эти люди, стоящие на буржуазных, национальных, монархических позициях, заявляют, мы не коммунисты. Мы будем сражаться с фашизмом. Но, параллельно, мы будем договариваться с ними. Режим Путина, если он в ближайшие часы и дни, месяцы, это даже не подходит, а часы и дни не предпримет шагов по защите соседнего государственного образования Новороссия, этот режим также прошел Рубикон, точку невозврата. Те дивиденды, которые получил режим Путина от присоединения Крыма, империалистического по своей сути присоединения, все эти дивиденды кончились с момента, когда упали первые ракеты и первые бомбы в центре городов Юго-Востока. Теперь это головная боль Путина. Что ему дальше делать? Но более он рассматриваться не может, как человек, не соучастник, если он займет позицию прагматичную с точки зрения капиталистов, олигархата российского, буржуазии всевозможной, находящейся в России. И в конце я уже сказал, что в пределе самыми главными противниками являются у фашистов коммунисты. Думаю, антифашистскому штабу, всем организациям, которые подписали заявление, те, кто с февраля деятельно, действительно деятельно участвуют в помощи сопротивлению, пора задуматься. В ближайшее время это может быть здесь. Введет Путин войска, обеспечит бесполетную зону или не введет. Мы должны быть готовы к тому, что фашизм в лице капиталистов, наших же олигархов, начнет браво шагать и по нашей, не только украинской, но и российской земле. Мы должны уже сейчас готовиться. Все, кто видит, все, кто слышит, все, кому не безразлично красное сопротивление фашизму, должны четко и ясно понять. Сейчас уже не стоит вопрос только о гуманитарной, материальной, организационной и идеологической помощи. Сейчас стоит вопрос об участии в войне с фашистским режимом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok